Добрый день! В этом видео мы разберем, могут ли ДПС преследовать мотоциклиста и 5 мифов из мира мото. Есть просьба, если это видео будет вам полезно, то поставьте лайк и напишите коммент. А если видео вам не понравилось, то поставьте дизлайк и выскажите свой негатив в комментариях. Миф первый. Преследовать мотоцикл и скутер запрещено правилами дорожного движения. Административным регламентом предусматривается, что в случаях невыполнения водителем транспортного средства требования сотрудника об остановке, либо визуальном установлении признаков преступления административного правонарушения, сотрудникам могут быть приняты меры по преследованию и принудительной остановке транспортного средства. В законодательстве не содержится запрета сотрудникам ДПС гоняться за мотоциклистами. Миф второй. Преследовать мотоцикл-скутер-мопед можно, только если на водителе и пассажире надеты шлемы. Ну и кто сказал, что нельзя гоняться-то? Нельзя, если обошли. Так, если человек идиот, то одним меньше, вот если нормально, то восстановится. Также в законодательстве не содержится никаких ограничений для сотрудников ДПС преследовать мотоцикл, если на водителе нет шлема. Единственное объяснение, что ДПС не гоняется за такими мотоциклистами, это то, что часто мотоцикл им не догнать просто физически. Либо опасение сотрудника ДПС, что во время погони мотошколота не справится с управлением и упадет. И без шлема последствия такого падения могут быть очень плачевными. Единственное, конечно, странно, почему об этом не думают сами мотоциклисты. Миф третий. Мотоциклиста можно остановить только если он что-то нарушил. А просто для проверки документов нельзя. Вот, кстати, даже есть видео на эту тему, посмотрите. Если бы остановка мотоцикла была разрешена только в случае совершения водителем нарушения, то количество школьников бы за рулем было просто запредельным. Для безнаказанной езды надо было бы просто не нарушать правила дорожного движения. И никто не имеет права тебя остановить. Если бы это было правдой, то все подобные дела просто разваливались бы в суде. Подробнее об этом вы можете посмотреть вот это видео. Миф четвертый. ДПС не имеет права прижимать мотоцикл к обочине во время погони. Административным регламентом предусмотрено, что ДПС имеет право вести преследование нарушителя в целых целях принудительной остановки. Преследование осуществляется на патрульном автомобиле с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. При этом требование об остановке подается с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки. Остановка транспортного средства может быть осуществлена с применением специальных средств принудительной остановки транспорта. Но при этом не допускается применение средств принудительной остановки в отношении мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов. В настоящее время на вооружении органов внутренних дел состоят средства принудительной остановки транспорта Ёж, Диана и Гарпун. Вот их применять нельзя, а все остальное по отношению к мотоциклисту применять можно. Миф пятый. Преследовать мотоциклы, мопеды и скутеры запрещает внутренняя инструкция МВД. Это самый живучий миф. Видя, что сотрудники ДПС смотрят на мотоциклистов сквозь пальцы, многие приходят к выводу, что сотрудникам ДПС запрещают останавливать мотоциклистов некая внутренняя инструкция. Ведь если бы ее не было, то они бы обязательно за мотоциклистом погнались. Все это не более чем миф. Не существует никаких инструкций, которые бы ограничили выжелание сотрудника ДПС погоняться за мотоциклистом. Ведь сами подумайте, зачем давать мотоциклистам какие-то особые привилегии, пусть даже неформально. Все равно сотрудники ДПС об этой инструкции расскажут знакомым, а те в свою очередь донесут эту информацию до мотоциклистов, и те безнаказанно будут ездить по дорогам, прекрасно понимая, что за ними никто не погонится. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Мы разрушим еще не один юридический миф. Продолжение следует...